Если бы вместо кандидатуры Кособокова возникла какая-то другая, любая, то, безусловно, у Баку возникли бы вопросы и к ней тоже. Азербайджанская сторона вошла в ту фазу процесса, когда претензии, раньше транслируемые как обращение к Еревану, теперь превращаются в прямые требования в адрес Москвы. Просто логичное развитие того, что происходит с Карабахом и вокруг него. Об этом заявил российский политолог Григорий Трофимчук, говоря о назначении Михаила Кособокова новым главой миротворческого контингента России в Карабахе. Он считает, что после Шушинской декларации всем ясно, что Азербайджано-Турецкий союз будет добиваться своих целей любыми средствами. Пока что в руках у Баку имеется вполне легальный рычаг. Требования о практической реализации ноябрьского соглашения. К тому же все внешние стороны, включая Россию, согласны с тем, что карабахские земли юридически принадлежат Азербайджану. Объективно говоря, ситуацию можно было бы затянуть, оставив ее там, где она есть, но Баку и Анкару это уже не устраивает, поэтому российским миротворцам уже чуть ли не каждый день указывают на их место. По его словам, Баку теперь будет прямо требовать от Кособокова, чтобы никаких армян на азербайджанских землях не было и близко. Более того, Кособокову уже прямо вменяют то, что до этого он командовал в сепаратистских регионах. Таким образом, тем, кто давит на Россию, будет еще легче сформировать, выстроить тактику своего давления. По словам политолога, Москва в любом случае попадает в западню, так как ее начинают обвинять в предательстве, по-всякому, обе стороны прошедшие и, возможно, уже будущей карабахской войны. По мнению Трофимчука, для самой же Москвы непрерывная головная боль с Карабахом является частью общей проблемы, которая начала активно развиваться с конца 2013 года. Но во многом здесь виновата сама Москва, так как не использовала в нужном формате свои информационные рычаги. Поэтому задача у Кособокова теперь только одна. Не дать старт новой карабахской войне уже с непосредственным участием России, резюмировал Трофимчук.